во имя отца и сына и святого духа книга псалмок 53 псалм 5 стих ибо чужие восстали на меня и сильные ищут души моей они не имеют бога пред собою вчера кто не был я коротко скажу что говорил о мире о миротворцах миролюбивых когда разговариваешь с людьми верующими сюжет исходит это место знаешь не знают я практически ни одного человека в жизни по-настоящему миротворца не встретил ну так где-то может поговорить по-хорошему бог оставил нам 10 заповеди ветхом завете исход 20 глава и вот проверьте себя откройте 20 глава исход на этом жил весь израиль не два дня а речь идет о тысячи с лишним лет 1600 а если в одном так он решает виновный в одном виновен во всем вот как сурово по нашим меркам бог рассуждается своим наследием в новом завете это мы считаем уже 6 глава евангелия от мотфея нагорная проповедь господь говорит о девяти блаженствах почему 9 а не 10 может быть там прославление берется за одно вот в этом весь смысл если одно блаженство человек не исполняет двери райские закрыты я вчера много об этом говорил привел примерно 20 свидетелей из библии святой не знаю проверили вы или нет а кто-то спрашивает ну вы сказали как они будут вы отвечаете теперь я уже не отвечаю за вас если бы я умолчал а мне это открыто тогда бог бы спросил почему молчал я указал самый прямой путь открывать святую библию не телевизор смотреть не пустые разговоры вести почему 12 48 евангелия тяна господь говорит слово которое я говорил она будет судить вас последний день для меня это рубеж был все мои знания должности никакой роли на суде мы можем играть не будут поэтому будьте внимательны о том что сейчас нам скажет господь говорят а всегда ли можно быть миротворцем нет не всегда главное миротворчество христово что он возвестил нам что он и отец одно евангелия тяна 10 30 что он умер за нас и примирил с богом образно сказать отец небесный на нас разгневанный мы отступили от него сделали смертными и спастись никак невозможно ими понимают буду ходить в храм буду творить милостыню хорошая семья у меня детей бывающие должности получат все это прекрасно но на суде божьем будет один только вопрос поставлен верил ли ты во христа верующий в сына божия имеет жизнь вечную не верующий не увидит жизни но гнев божий пребывает на нем все эти причастия каждый день бьются за это ничего тебе не дали ты жил для бога или нет два момента в жизни человека это первый родиться свыше который не родиться свыше он не увидит царство божие даже мытаться как будто бы он не проходит сразу идет свое место и далее 8 9 к римлянам кто духа христова не имеет тот не его но у меня все есть священником стал митрополитом там не написано про митрополита написано духе святому а дух святой это третье лицо троицы и если бы разгневали отец мог послать нам что-то возмездие за грех смерть 6 23 к римлянам смерть не наши подарки не наша святая жизнь хотя в этом много сомнений что мы святой живем не наши слезы не наши милостыни не посты не будут на первом месте на первом месте жил ли ты водимый духом святым о смысле жизни сегодня спроси любого верующего ну что вас не попасть правильно ну а как этого добиться мотовилов александр николаевич лучший друг серафима саруцкого он долго рискал среди верующих по монастыря никто не мог ответить и серафим сказал три слова их можно повторять все время стержание духа святого в этом все что бы ты не делал в душе святом доброе дело решил что-то сделать продвинуть вперед изобретение в душе святом куда это все пойдет и о людях господь судит в духе святом сегодня я хочу чтобы дух святой нам открыл что такое слово верный и чужой главное упор будет сделано на чужой верным убедили исполняют вот мы считаем начало мудрости страх господень ты можешь кончать не одно высшее учебное заведение высшее по человеческим а по божественному никакой роли не играет начало мудрости господи дай нам страх наша мать ничего не могла нам дать она евангелие не слышала но сказала вот это грех пионеры не вступай грех не танцуй грех то есть все что сказала и предупредила о женской линии а сама мать двенадцатой детей родила и вот этот страх господь привел нас к нему богу с большой буквы к нему сегодня мы коснемся страшной темы когда мы не замечаем кто среди нас живет как он ведет себя в дом пускаем беседуем открываем тайны господь покажет нам сегодня пример примеры которые не имеют аналога такого в библии я не беру 16 игровых чисел когда дофана верон и корей живые провалились в ад они заслужили это за то что отделились от церкви здесь будет говориться о том как человек под анонимным видом что-то где-то сообщает и дальше какие результаты будут это не нами придумано мы просчитаем первую книгу царс 22 глава 22 стих это так легко увидеть пожалуйста так минутку 22 главу просчитать сказать надо полностью медленно просчитаем я кое-где буду останавливать и пояснять и вышел давид оттуда и убежал в пещеру одоламскую и услышали братья его весь дом отца его пришли к нему туда конкретно кто знает эту главу 22 давид убежал от тестя который стал убить его выхода никакого но примириться давид говорит я только заговорю они к войне вот стоят против оружия как только мой голос услышали все за оружие сразу схватились я говорю и моя биография полностью такая где бы ни были в любом государстве почти как услышат сразу разделение идет в разных городах от хабаровска до южных как только назовут мое имя сразу или разделяются мне бог позволил испытать это на себе и дальше что и собрались к нему все притесненные и все должники и все огорченную душою и сделался он начальником над ними и было с ним около четырехсот человек оттуда пошел давид в массиву моавицкую и сказал царю моавицкому пусть отец мой и мать моя побудут у вас доколе я не узнаю что сделает со мной бог бог сделает и саул родители переселил в чужую землю а почему от него все можно было ожидать саул которого бог избрал на одну голову выше всего населения был красавец но как только до сих власти сделался самым безумным хорошие законы издал к ведьмам не ходить разогнал их никого нету накануне смерти пошел к ведьме и закончил жизнь самоубийством это саул это говорит одно и то же имя саул поэтому в иверестском народе больше это имя не встречалось ни разу и привел их к царю моавицкому и жили они у него все время доколе давид был вон в убежище но пророк гад сказал давиду не оставайся в этом убежище наступай иди в землю иудину и пошел давид и пришел в лес херет и услышал саул что давид появился и люди бывшие с ним саул сидел тогда в гиве под дубом на горе с копьем в руке и все слуги его окружали его просто картину такую представляете вот говорят если все писать о христе дума и саму миру не вместит вот посчитать сын человеческий александр меню пишет ян затауз говорит о том как абрам покинул свои места они берут какое население было что о нем известно какая погода как относились к евреям то есть надо расширить не просто слепому помазать глаза а почему его родители так когда книгу пишет человек он расширяет картину и ты входишь в эту обстановку и сказал саул слугам своим окружавшим его послушайте сыны Вениаминовы неужели всем вам даст сын и сея поля и виноградники и всех вас поставит тысяч начальниками и сотниками то есть я вас не поставлю таким у меня должностей не хватит в административные органы провести там полицию куда не могу я сделать у вас уже четыреста человек четыреста это значит много по тем временам было а что сделать нужно надо было сразу разделить с кем ты налево или направо это сегодня выбор для нас что мы изберем быть со святостью или чужим мы слово чужое сейчас рассмотрим во всей отвратительности его и как мы беспечны бываем думая что человек среди нас ходит в храм тут жена родственники все а оказалось чужое я представляю та картина которая сейчас перед нами откроется она надолго останется в памяти что вы все сговорились против меня и никто не открыл мне когда сын мой вступил в дружбу с сыном и сеем и никто из вас не пожалел о мне и не открыл мне что сын мой возбудил против меня раба моего строить мне ковы это ныне видно это все обман он накручивает под уголовную статью чтобы его взять вот он с сыном моим и он против меня нет этого нет сын там я напал он любил отца ну а сказал ему говорит отец сегодня вечер делай ты не приходи он решил сразу тут тебя убить прямо на месте вы знаете как милхола помогла ему статую положила на кровать а он послал живого ремерта принесите меня а он в окно уже выскочил и ушел это псалтыри бы у нас не было вот картину как представишь вот он за что и не просто так а убить вот переживите это все для себя а не просто а лег спать и встал где быть один священник столько времени пришлось в 37 году прятаться когда арестовали он говорит слава тебе господи первый раз говорит в заключении он уснул спокойно каждую ночь я должен был куда-то переходить кто-то видел ты не видел тебя видели и уже так доложат и тебя уже нету и отвечал да и дыминьянин стоявший со слугами сауловыми и сказал я видел как сын иисея приходил но муву к ахимилеву сыну ахитова и вот вопросил о мне о нем господа и дал ему продовольствие и меч галиафа филистимлянина отдал ему и послал царь призвать архимилева сына ахитового священника и весь дом отца его священников что в номве и пришли они все к царю никто бы не знал но там был один человек тайный они его не боялись он живет с ними вместе за ним столом сидит и вдруг оказалось он все везде докладывает он пишет тайно анонимно что не узнает но бог это открывает и мы теперь знаем вот это дойку дыминьянин чем он хотел быть кем чем выслушиться а вот я видел вот туда-то тогда-то приходил давид и священник о нем попросил что дальше делать ну какая вина попросил что-то убыло в государстве нет это начало страшной кровавой драмы которая больше не повторится никогда прими к себе эту священники тогда не были монахами они жили дети были это только нам будет цифра одна названа а за этой цифрой много дальше посчитай и сказал саул послушай сын ахитова и тот отвечал вот я господин мой это священник когда прошли по нашему сказать епископа явился я вот он господин мой господином называет не это нужно ничего он плохого не сделал картину представьте как сидит царь здесь доносчик и здесь вызвали и он сразу пришел и сказал ему саул для чего вы сговорились против меня ты и сын есея что ты дал ему хлебы и меч и попросил о нем бога чтобы он восстал против меня и строил мне бога как это ныне видно вопрос поставленный что надо отвечать посмотрите как грамотно умно литературно отвечает священник по пунктам и отвечал ахимилех царю и сказал кто из всех рабов твоих верен как давыд какое нужно доказательство верности он за тебя сражался победы одерживал он у тебя получил воинские звания может быть маршал как я мог ему не ответить и далее он и зять царя и исполнитель повелений твоих и почтен в доме твоем вот как его в доме твоем уважает царство за столом у тебя сидит это зять твой от него дети это внуки твои и он выполняет приказы твои по стране едет как я мог не принять его по пятницу бы царь сказал в самом деле сдурел я что сейчас твои такое то но не так в руках его копье теперь ли я стал вопрошать на него бога то есть я всегда это делал при тебе царь помолись идти ему или идти против филисимлян я молился и ты сам меня одобрял другого указа то нигде не было что конституцию изменили или что ну ты тот же этот человек был и зятем и жена его с ним и далее нет не обвиняй в этом царь раба твоего весь дом отца моего ибо во всем этом деле не знает раб твоего ни малого ни великого то есть я не виновен нигде ни по какой статье вот против нас суд там то другое собирают где-то приезжают хватают спецназ ничего этого нет мы ничем не виновны то есть картина повторяется на сегодняшний день если она не повторяется мы просто не умеем видеть мы говорим вот пример оставил нам такой-то человек вот серапин старовский и начинает перечислять иоанн кронштадтский библия говорит что примеры и отрицательные 1 коринфянам 10 глава 6 11 стихи он перечисляет апостол павел отрицательных героев но негодных предателей и говорят это были образы для нас достигших последних времен это были образы для нас чтобы мы не были походлива на злое я еду с ребенком и вдруг заходим пьяница я ему говорю если ты не будешь хорошо учиться специальности хорошей не будет и будешь как этот пьяница вот я его не служу я просто этот пьяница положил примером этот человек стал настоящим работником едем в поезде вот пример я просто из своей жизни говорю проверяю и она надрывает его маленько билет от которой-то а сидит сзади вот так раз рукой сзади передал другому а уже проверяющийся она не вели взяла только она ушла я говорю вот этот кто он вам это брат мой он ворон будет он будет воровать он будет бесчестный будет лгать семье будут измены почему то что вы сейчас сделали не надо быть зайцем называется который едет без билета заяц и этот человек спустя где-то лет 15 на меня вышел в интернете и говорит вот так испугали меня я все силы приложил чтобы таким не быть получил хорошую специальность больше никогда не обманывал маленький пример душа спасена вы просто начните везде свет проливать что вот не будешь это одно я просто говорю вам если мы чего-то просим написано и женщина кланялась перед христа чего ты хочешь дочь моя объяснуется кланялась у нас самая главная молитва молитва всех молитва очень наши на ней не кланяться сегодня может три человека поклонились вы вообще верующие или нет в отче нас 6 просьб если одна просьба господи помилуй и то кланяемся на счастнейший херувим который ничего не просит все поклонились вы как язычники какие-то я поневоле должен это видеть где отче наш ведь тем более на одну молитву так не покусился дьявол как на эту молитву слово божье говорит не добавляй к словам его чтобы он не обречил тебя и ты не оказался жильцом это мы считаем кристия соломона 28 9 это не случайно а к молитву отче наш я разговариваю со священником говорю зачем ты в молитве я знаю что ничего не скажет добавляешь как ибо твоё есть царство сила и слава во веки . аминь не во веки веков а во веки аминь а ты добавляешь отца и сына и святого духа зачем мы туда залезли в молитву эту а я как могу вот и вопрос весь а ты не бойся восстать за христа не бойся ни епископа никого вот так вот и нас считается считает 6 глава евангелия от мать и ты увидишь нет этих слов там не прибавляй к словам его чтобы он не обречил тебя и ты не оказался лжецом кто отмерзает отчество и слух свой от слова божия молитва того мерзость вот мы отстояли мерзаться и пошли домой это понравится вам такая характеристика я прошу не дремать дальше и сказал царь ты должен умереть архимирех ты и весь дом отца твоего приговор не проголосовали не собрали людей никого не спросили но у него власть сохранять государство заботиться но власти у него не было умерщвлять первосвященника и жену и детей вы просчитайте я специально всю главу хочу добиться до вас поклоны какие делаете вот стоите вы перед кем кланяетесь вы как-то поинтересуйтесь как япония кланяется отцу один поклон брату другой императору другой то есть они учат этому как святых набрать какой святок кому у нас ничему этому не учат поклон должен быть такой щело лобки пуповина правое левое после этого поклон чтобы рука могла достать пол ни одного поклона не сделали такого а другого то нет и такому поклону если бояться прикоснуться я зато пуповина с гряди у вас евангелие такой дом деятельности недоступным для нечистой силы когда библия лежала на столе когда последний раз собрались не считая что мы здесь вот собираемся давайте эту притчу оживим это сегодня было сегодня такой приговор но сегодня так нет ищут свидетелей адвоката нанимают как он знает юристы там где-то у нас на прошлой неделе только было все и плотно и подошло к развязке на каждое слово они стараются найти указание так это или не так это не так и что тут и сказал царь телохранителем стоявшим прием ступайте умертвите священников господи ибо их рука с давидом и они знали что он убежал и не открыли мне священник это город священник в один был это не два священника 85 нас 26 человек сегодня было три раза с лишним больше и одни священники умертвить всех это помазанник божий был как он скатился до этой степени что сделался хуже дьявола дьявол говорит непохотлив не сребролюбив златоуз с каким зверем я сравниваю своих прихожан говорят они хуже у зверя кровожадный бывает хитрый ядовитый в человеке в одном все это вы должны пойти сегодня другие отсюда я хочу этими словами достучаться до вас я не могу руки поднять вы обвалите иконы здесь посмотрите 34 иконы с алтарем и нет нет ни одной чтобы руки были опущены вот так вот а у меня руки больные какой разговор ты подними вот так скрести их он как люди стоят ни одной иконы нет я прошел не где-то покровский собор 475 людей вот она стоит божья матерь младенец руки поднят он маленько откройте глаза нет я хочу так ты же не мне пришла служить я один раз это услышал на работе работая при 43 градусов мороза стеклистом стекла железная рама у меня парализовала обе руки я на пенсии был а руку то поднять не могу она висят плетью другой рукой друг друга все равно поднимаю после операции нельзя кланяться позвоночник это сложная операция позвоночник еще две грыжи я может лет десять не мог поклониться все старался и хрустнул и сейчас поклоняюсь бог видит наше старание я передаю опыт не складывайте просто так руки ты сегодня услышал а до чего ты пришел лучше кто-то ключи от храма забросил и потопил ты пришел один золотой вертал ушел другой обновленный я никому не угождаю никогда вот у нас архиерея сейчас 17 это у нас будет 16 сентября престольный праздник приглашает разных людей будет митрополит будет местный епископ антоний но поставили тот против нас воевал убрали ну и приедут гости я всегда когда обедают у батюшки я стараюсь поскорее и сразу епископ митрополит сидит где иконы сходятся а ему уже толкают и говорит благословение надо а он говорит я не слышал о священнике он сказал ну сейчас всем достанется а мне больше всего это митрополит и он никогда не обиделся вот мы только у него были получили благословение и так после его благословения у нас все с места сдвинулось и вернулась машина и мне все вернули до копейки это милость божия и далее но слуги царя не хотели поднять рук своих на убиение священников господних как-то не расстрелял он их вот это удивительно если войну ты не выполнял приказание тебя на месте расстреливают ну видимо охрана там была никто не поднял руку но один человек был живой чужой только один и он внимательно смотрел в окна или как там он доказал был давид ну а как он узнал что вопрошали когда они наедине были болтовня все что слышал надо не надо как все отбрехали а он теперь саул он думал об этом да говорить не будем о нем дело в том что саул принял такие меры которых никто до него не принимал это город священников нового священников и он ну не мог не ходить в храм город священников это сказать нельзя это как загорск или как теперь называют сергиев посад или пащаевская лавра и сказал царь дойку вступай ты и умертви священников вот так один нашелся исполнитель чужой ему разницы никакой нет кого он чужой он по происхождению чужой по национальности чужой он совершенно чужой да почему же они его не боялись то значит он себя поставил так что все не опасались это наш человек да нет это дойку ну неплохой человек может приглашали на свои свадьбы его я так расширяю картину посреди нас бы был чужой человек ну неужели никто бы не обратил внимание что он чужой ну не в один же он таким стал и вдруг иди и умертви священников только 85 не считая жены и детей и что он сказал я чужой человек да как нет он до этого и был здесь чтобы умертвить нас всех здесь как сегодня молвать человек сказал нам даже я знаю как разрушить эту потерявку и мы все спим и ничего не понимаем мы за тысячелетия от Давида ровно три тысячи лет вошли в сегодняшний день что нам Господь говорит мы должны оживить Слово Божие живо и действенно проникает на разделение души и духа составов и мозгов и судит помышление и намерение сердечное Слово Божие и пошел доик и доминианин и напал на священников и умертвил в тот день 85 мужей носивших кленой и флот и ному город священников поразил мечом 85 а город это видимо все остальные которые жители были там где то ну может быть не один пошел с кем то но главное то что люди ничего не знают некоторые даже Давида не видели хоть за что да не разговаривай вы ножом и все мечом проткнул и пошел дальше почему не поостереглись чужого человека и мужчины и женщины и юноши и младенцев и волов и ослов и овец поразил мечом да вообрази себе только сегодня выгоняли и коров завтра уже не надо все коровы мертвые лежат козы мертвые овечки мертвые игрались и детишками такие прекрасные ребенка зарезали это библия нам говорит об этом почему чужой напрягите разум свой и просите бога чтобы не было чужого и где увидел тайну что забудь что ты что-то видел спасся один только сын Ахимилеха сына Ахитова по имени Авиафар и убежал к Давиду и рассказал Авиафар Давиду что Саул мертвил священников Господних понимаете вот дальше то Давид себя признает виновным в этом почему и сказал Давид Авиафару я знал в тот день когда там был доик и домиянин что он непременно донесет Саул как же он мог уйти такое непременно донесет ему бог положил он увидел по глазам по губам по всему как движется он непременно докажет это я виноват что так долго молчал как я мог молчать об этом когда уже сколько мы это все видели я виноват я виновен во всех душах дома отца твоего останься у меня не бойся ибо кто будет искать моей души будет искать и твоей души ты будешь у меня под охранением это мы прочитали одну главу и когда будете считать вспомните что сегодня начало Успенского поста 14 августа и вы сидели здесь и слышали эту страшную повесть а что-то изменилось нет Слово Божие живо и действенно оно не умерло живо и действенно и сегодня то же самое идет не у нас только это и у арабов это и в Австралии и в Америке везде такое бывает вот у нас эта книга только каноническая Серахов 9.21 при чужом не раскрывай тайны ибо ты не знаешь что он сделает при чужом и поэтому все время приходится тайны делать тайна хорошее дело полезно для людей а он из этого сделает такое что сделает тебя виновным спецназ потребуется расстрясти далее Серахов 11.304 посели в доме твоем чужого и он сделает тебя чужим для своих и еще 21 глава 9 стих о чужом говорит Серахов посмотрит а сейчас посмотрим Слово Божие Левит 10.11 напрягите память все не запомните можете потом прослушать слово чужой более 150 раз должно встречаться в полной Библии предупреждение Божие как лавина идут чужой к чужому Богу не ходите к чужому не поклоняйтесь к чужому это Бог говорит даже сказать Бог в Духе Святом и научать сынов Израилевых всем уставам которые изрек им Господь через Моисея так Левит 10.1 1 10.1 Нават Нават и Авиуд сыны Аронова взяли каждый свой кодильницу и положили в них огня и вложили в него курение и принесли пред Господа огонь чуждый который он не велел им не трудно же это было ну он патриарх образно скажем это два митрополита что такое чужда огонь ну нет папиросы они зажигали то и Господь обоих приговорил к смерти и поразил их сразу ну свечи то говорят какова разница от чего ты рассуждение своя став при себе мы считаем они лишились жизни где они в вечности не знаем чужда огонь не поясняется что но не тот огонь который должен быть вот иногда человек воспоминится говорит а все не по Библии это все чуждый огонь пылает внутри и он найдет оправдание у него носятся люди которые поддерживают его комментарии будут давать и все они безумные числа три четыре но надав и авиуд умерли пред лицом Господа когда они принесли огонь чуждый пред лице Господа в пустыне Синайской детей же у них не было и остались священниками Елеазар и Ифомар приороне отце своем в это время оказывается упали вы видели когда падает патриарх на эту пасху патриарх Кирилла окружают епископы там которые ниже чинов и он разворачивается и в это время я так и не понял что он падает на спину головой и все это в интернете выставлено и какой он молодец он говорит надо же какой пол хороший у них как они его вычистили пришлось даже рядом голова коснулась его вот здесь так же мы видим они пали но уже не встали чуждый огонь поэтому нужно молиться об этом господи когда что-то я делаю освящаю говорю пусть это не чуждый огонь движет а желание спасения а молились о дуэке нет за них молитвы нету хотя в нас в новом завете молитесь за врагов за насчаствующих и за царей мы за всех молимся дальше и 15 19 которым одним адана была земля и среди которых чужой не ходил вот как заботились это слово божие говорит и чужой даже не ходил по этой земле так псалом 108 11 да захватит взаимодавит все что есть у него и чужие да расхитят труд его чужие вот они чужие все расхищают приходится платить доказывать дальше притча 20 глава 16 стих притча Соломона возьми платье его так как он поручился за чужого и за стороннего возьми от него залог не надо за него ущаться не надо залог какой-то давать он чужой Библия запрещает это дело он чужой это все в этом слове сказано только остерегайся дальше Еремея 2.25 не давай ногам твоим испытывать обувь и гортани твоей томиться жаждаю но ты сказал не надейся нет ибо люблю чужих и буду ходить вслед их ну как говорим бесполезно он будет знать все тоже с чужими будет все докладывать и главное все скрыто анонимно а когда закрываешь дело тогда открывают все и показывают как это все было сделано фамилия все на месте показано так мы знаем до Якубинянина теперь все это написано дальше Иоанн 10.5 за чужим же не идут но бегут от него потому что не знают чужого голоса вы себя посмотрите внимательно вы не бегаете за чужим ты приди туда где Слово Божие звучит а у нас как занятия так нету в субботу вечером многое пропускают рядом живут один раз два раза не сходил а теперь в привычку вошло не ходят вообще не бывает в субботу вечером ни в городе ни здесь я должен это сказать потому что ангел считает следы куда мы идем в это время ну ты пробыл вчера допустим позавчера другой раз ну лишний час ну два часа при батюшке и что ты выиграл а здесь говорят ангелы поют не просто хористы поют а ангелы через них поют златоус говорит здесь благодать здесь свет перенумите эту обстановку приди домашним и скажи все субботы уже воскресное чтение считается я в храме буду в храме Господнем иначе чужие духи войдут в душу Ефесянам 2.19 лет итак вы уже не чужие и не пришельцы но сограждане святым и свои Богу это мы все узнали из Слова Божия вот у нас везде Библия откройте на другом языке где-то Holy Bible Святая Библия на корочке написано Heiligenbibel по-немецки Святая Библия поэтому в слове Библия научитесь ставить Святая название у ней Святая у нее три слова Священное Писание то есть она освящена благодатью Духа и Слово Божие Слово Божие это не человеческое великой мудростью и страхом Господь приводит людей ко спасению Духом Святым попросите чтобы Бог открыл то что я сегодня вам сказал сказал заботиться о вашей душе и о своей Господь близок с окрушенным сердцем чтобы чужие не вошли в вашу душу на один день только отпускает детей вы помните у нас как здесь было в Потеряевке приехал ко ним в свой в свой и он в один день соблазнил нашу молодежь и уже выпили и закурили ну насколько достоверно я не берусь но разбор здесь был на эту тему тем более отпускайте когда дождь в каком месте подумайте как это сделать я могу только одно сказать у мусульман отдельно чтобы она ушла без присмотра не было за 1300 лет ни одного случая почему необратимый процесс может пройти даже ничего не будет но она все время без молитвы может оставаться поэтому как это сделать чтобы дети были спасены хороший вопрос однажды задала наша сестра что сделать потеряете чтобы дети не уезжали а работали здесь и Господь ее благословил за эти слова и она видит результаты этих слов сегодня дети остаются здесь по великой своей неизвещенной милости да научит нас Господь разделять левитов 10 и 10 отечать из священного от несвященного чистое от нечистого Богу нашему славу во веки веков аминь